Всё, мы больше всех понравились. Да? Правда? Да. Ребята, мы переемли! Можно даже нарисовать. Схематично нарисовать. Это первое видео из этой квартиры. Рум-тур этой квартиры. Я поняла, что как будто бы мне хочется жить ниже. Your favorite. Это Полис Маджак. Хочет вам напомнить о том, что у меня есть та самая соцсеть с картинками. Наверное, где-нибудь вот здесь вот будет. Там я выкладываю красивые фотографии. Туда я выкладываю то, что я не выложу быстро, например, сюда на YouTube. В общем, не забывайте, пожалуйста. И плюс про мой телеграм-канал. Там я выкладываю подкасты, общаюсь с вами, разные записи полезные, фотографии. Всё, спасибо, что послушали мою саморекламу. Приятного просмотра. Как мы скажем, это был экстраординарный челлендж. I need to contact someone, share your stories about meeting your favorite celebrity. В четверг, четвертого числа, в четыре с четвертью часа ликурийский регулировщик регулировал в Ликурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выложили. Мне проект Refill прислали блогистую рассылку. Там есть мачо, есть капучинатор. В общем, они специализируются, как я поняла, на классных напитках по типу мачи, кофе. Плюс у них есть такие вот 53 послания. Здесь в коробочке собрали разные карточки с посланиями на каждый день. Это просто моя любовь, потому что я это обожаю. И я решила, что я каждое утро буду выбирать рандомно какую-то карточку с посланием на день. Поэтому сейчас я этим и займусь. Про эти дурацкие панические атаки, я не буду врать, они у меня... Ну, еще немного иногда приходили, но все равно бывает такое, что меня раз схватит, и у меня резко начинает, допустим, какая-то кружится голова почему-то. И чувствую себя не очень комфортно в метро. А когда ты на него смотришь, ну, как бы вот его в пространстве представь, можешь даже нарисовать, как бы вот схематично нарисовать, руку туда положить, мне свои все ощущения опиши. Это у меня только что был психолог. Вы, наверное, тут вообще ничего не поймете. Но, в принципе, не надо. Хорошо позанимались. Я всегда раньше думала, что заниматься с психологом онлайн — это что-то не мое. Это не для меня вариант. Но на самом деле не прямо есть такая большая разница между оффлайн-форматом и онлайн. Онлайн тоже, конечно, классно. Все равно ты сидишь дома, тебе комфортно, ты сел как хочешь, налила себе ромашковый чай, сидела, рисовала рисунки, какие-то надписи делала, подписи. Снова разбирать паническую атаку. И сегодня как будто бы мы попали вот прям туда, куда нужно. Вот. И снова много чего узнала, чего раньше не понимала. Сегодня состояние у меня спокойное. После психолога. Не знаю. Интересно, конечно. Это первое видео из этой квартиры. Там Леша ушел пока помогать что-то там переносить. Мы подписали все договоры. И как бы... Короче, официально мы переехали. Я показать ничего не могу. Мне, кстати, очень нравится эта ванная. Как минимум, можете посмотреть на нее. Правда, тут надо убираться, зеркало мыть. Ключи. У меня есть ключи. У меня есть ключи. 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 Сегодня мы собираем вещи, и сегодня вечером все повезем на квартиру, будем вызывать газель, грузовик, наверное, грузовик больше, потому что нам даже на такси все это не отвезти, есть стол, мой стол, разные такие вот неоновые штуки, в общем, очень много, ну не прям много, но достаточно прилично габаритных разных вещей, которые мы не увезем просто так на такси, вот, поэтому сегодня этим и займемся. Конечно, да, вайп переезда. Я еще, конечно, ничего не собирала, Леша там вчера что-то собирала, но мне так лень, я так не люблю собирать вещи, я всегда, когда откуда-то приезжаю, просто несколько дней не разбираю свой чемодан, он у меня просто обычно лежит на полу, не разобранный, и я тут беру вещи, я не знаю, я правда не люблю разбирать вещи, не люблю их собирать, просто можно мне, пожалуйста, человека, который это все сделает, я ему заплачу деньги, и все. При выборе квартиры мне, если честно, очень важна визуальная составляющая, ну, как минимум для комфорта моих глаз, для комфорта жизни, ну и, конечно, для моей деятельности. Сейчас успех выбранной квартиры, бренда, компании или даже банально блога, он зависит от визуала. За этим всем стоят дизайнеры. Лично мне кажется, что это очень достойная креативная профессия делать эстетику, уникальный стиль, еще и более функциональным и удобным. Но я знаю по себе или даже по моим знакомым, что идти в эту сферу достаточно многим может быть тревожно, будто в ней уже сформировано особое творческое сообщество, своя тусовка, которое новичков не принимает, но это совсем не так. Поэтому хочу порекомендовать вам школу дизайна и креативных профессий ББЕ. И ребята из ББЕ открыли бесплатный курс, который называется «Графический дизайнер ведения в профессию». Как раз именно для тех, кто хочет во всем разобраться. Чем же вы будете заниматься? Айдентикой брендов, версткой сайтов, мерчем или дизайном обложек и афиш. Сравните, одинаково ли строится работа с музеем и салоном красоты, например. Что должен уметь Джун и кто это вообще такой? Что выбирать фриланс, агентство или дизайн-отдел в компании? Если вы хоть уже немного знакомы с графическим дизайном, в школе ББЕ уже открыт набор на годовую программу граф-дизайнера. Вы еще можете присоединиться к ним по большой ноябрьской скидке 35%. Уже с нуля после курса вы сможете выйти на продвинутый уровень, как выпускники, чьи работы сейчас вы видите на экране. Это все сделали ребята, которые обучались в ББЕ. А преподаватели, дизайн-лидеры с проектами в крупных брендах помогут вам. Если же вы хотите работать в кино, медиа в целом, в культуре, либо же в дизайн-студиях, то предлагаю вам присоединиться к бесплатному курсу «Графический дизайнер ведения в профессию» от ББЕ. Внизу будет ссылка в описании, поэтому переходите, и там будет вся подробная информация. Ребята, я считаю, что пришло самое время, в кавычках, показать вам рум-тур этой квартиры. Пока она стоит в том виде, в котором, в принципе, мы и жили. То есть какие-то вещи там Леша собрал, где-то есть бардак, сразу извиняюсь. Мы собираемся, мы переезжаем, поэтому я думаю, сами понимаете, какая здесь обстановка. Я когда-то давно, вот 9 месяцев назад, еще говорила, что вот мы обустроимся, и я обязательно сниму отдельное видео на YouTube с большим рум-туром подробным, но такого, как вы поняли, не случилось, поэтому мне кажется, что никогда не поздно. А, так, здесь у нас прихожей рядом с входной дверью, и небольшой прихожей, и тут очень много мусора, извиняюсь, стоит такой большой шкаф с огромным зеркалом. Здесь я всегда показывала свои луки, фотографировалась. Кстати, это очень удобно, иметь зеркало у входной двери, потому что, как бы, можно на себя смотреть, можно сделать какие-то фотографии. Там у нас висит наша верхняя одежда. Вот, возможно, кстати, там Леша сейчас идет. Возможно, нет. Далее, здесь у нас сразу идет моя не очень любимая комната. Ну, это ванная, то есть я ее редко показывала во влогах, в сторис вообще, по-моему, не показывала. Ну, как бы, сами сейчас все поймете. Да, она чистая, ухоженная, и там все есть, но по эстетической точке зрения, ну, сами, да, все понимаете. То есть я здесь что-то снимала, но мало. Здесь раковина обычная. Это ванная от застройщиков, поэтому собственники здесь вообще не делали ремонт, просто оставили все как есть. Наверное, вот только зеркало прикрепили, и все. Тут хороший душ, хорошая горячая вода, чистая ванная, но, сами понимаете, не совсем айс. После ванной комнаты мы поворачиваем голову и видим здесь два прохода, в две комнаты, которые тут только и есть. Здесь у меня разложен чемодан. Заходим в спальню, тире Лешина рабочее пространство. Тут у нас огромная икеевская кровать. Мне кажется, что это размер king size. Она, правда, очень большая, максимально большая. Прямо это круто. Большая кровать, это класс. Так, здесь у нас такие вот комоды, которые вместе мы поставили. Тут мои разные вещички, крем, духи, картины стоят. Но тут как бы мы собираемся, поэтому еще раз скажу, извините за бардак. Тут лежат мои какие-то вещи, нижний белье, носки, может быть, какая-то одежда для сна, футболки. Тут также что-то лежит, какие-то документы. Здесь далее Лешина, рабочее место. Лешина, рабочее пространство, которое он пока что еще не разобрал. Тут у него стоит гитара, микрофон, звуковая карта, мониторы, его кепка, наушники, ноутбук, кресло, записная книжка, интересный ковер. И здесь у нас стоит платяной шкаф с моей одеждой, с Лешиной одеждой. Тут только моя одежда, потому что у меня больше всего одежды... Так уж вышло, так уж заведено, извиняюсь. У нас в этой квартире были некоторые проблемы с местами для хранения. Их было вроде бы много, но когда мы разложили все свои вещи, их оказалось не так-таки много. В общем, не хватало нам, если честно, места. Но, в принципе, это главный повод, почему мы и переезжаем. Там балкон за потевшими окнами. Там был красивый вид. Мы обычно летом открывали все нараспашку, потому что было очень жарко. Тут мы обычно сушим свои вещи. Там вообще хлам какой-то непонятный, но мне кажется, в большинстве балконов такая история. Теперь выходим из этой комнаты и заходим на кухню-моё рабочее место, обеденное место. В общем, у нас все объединено. Тут такая небольшая кухонька. Вы ее видели во влогах. Буквально, мне кажется, в каждом влоге я ее показывала, потому что я что-то готовлю. Завтраки, как минимум. И мне никогда не нравилось, что здесь мало места для готовки. Я всегда любила кухню большую. То есть, как вы понимаете, только вот это пространство для готовки. И все, потому что здесь раковина, здесь плита. Тут как бы нет места. И, собственно, все. То есть, кухня, снова же, она чистая. Вообще, к ней вопросов нет. Но к размеру места для готовки у меня есть вопросы. Ну да ладно. Было нормально, не жалуюсь. Здесь у нас стоит микроволновая печь, чайник, тостер. Там продукты, хлеб, может быть, какие-то печенья. Тут почему-то стоят лекарства, потому что я недавно только болела. Тут, собственно, холодильник, на котором у нас висят наши прекрасные фотографии, которые нужно будет обязательно забрать с разными посланиями на день. Здесь у нас стоит телевизор, который мы включали от силы, без шуток, три раза. Потому что тут подключено ужасное телевидение. Тут нет ни ютуба, ни кинопоиска, ничего нет. Поэтому мы этим не пользуемся. Теперь переходим в зону, где у нас стоят книжки, мои растения, мои блогерские посылки, вазы какие-то. Это лампа для съемок. Здесь у нас обеденное пространство с моими сумками. Я же вам говорила, что у нас были проблемы с местами для хранения. Вот, тут у нас стоит прекрасный, роскошный обеденный стол, который мы будем продавать, потому что он нам не нужен в следующей квартире. Он был хорошим, он классно нам прослужил, но мы его будем продавать. Ну и здесь, собственно, мое рабочее пространство. Вот так вот оно выглядит. Вы его тоже видели в каждом влоге. Здесь, я думаю, даже не стоит ничего рассказывать, что-то показывать, потому что вы и так постоянно видели мое рабочее пространство. В общем, вот. Ну и, соответственно, прекрасное окно, огромное масштабное окошко, где постоянно, каждый сезон меняется вид из окна. Это прекрасно. Вид из этой квартиры просто удивительный. Квартира, которую мы оформили, в которую мы будем переезжать, наверное, мы там проиграли с видом. Ну, как бы просто стандартный вид российской квартиры, можно, наверное, это так назвать. Но зато мы там выиграли по количеству комнат, по месту хранения, на самом деле по многим пунктам. Я думаю, что именно в той квартире я точно буду снимать отдельное видео с рум-туром, когда мы уже обустроимся нормально, потому что там, в принципе, ничего докупать такого масштабного, массивного не нужно. Вот, если вы хотите, то напишите в комментариях внизу, что вы ждете отдельный рум-тур, отдельное видео по нашей следующей квартире. Вот, не знаю, состояние очень странное. Я тот человек, который любит привязываться к местам. Я очень быстро привязываюсь к людям, к вещам каким-то. Наверное, я буду скучать по этому виду, по 22 этажу, хотя я поняла, что как будто бы мне хочется жить ниже. Не знаю, что сказать, но надо идти дальше. Надо двигаться дальше, и без какого-либо движения не будет роста, и не будет чего-то нового, наверное. Я думаю, держу в курсе переезда за дорогой. А у меня больше камеры. Леша сходил, купил коробки и пупорчатую пленку для моего стола, чтобы мы его обкрутили и спокойненько поставили в газель. Леша сходил, купил коробки и пупорчатую пленку. Не смотрите на мои уставшие глаза и вообще уставший вид. Я не понимаю, откуда у нас столько вещей. Вроде бы кажется, что какие-то пакетики, какие-то коробочки. Но там столько всего. Я еще свою даже одежду не собрала, понимаете? Это Лешина стойки для мониторов. Да, очень весело. Я не представляю, как люди переезжают одни. Просто одни. Как они это делают? Это, наверное, очень сложно и стрессово. Потому что мне уже вот эта вот затея не нравится. Но я понимаю, что просто нужно выждать. С терпением, с уроком терпения разобрать все вещи. Прибраться в той квартире. Спокойненько вздохнуть. И потом сказать себе спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, мы переезжали. Сейчас 3 часа ночи. У меня совершенно не соображает голова. Я разобрала какие-то базовые вещички. Поменяла постельное белье, чтобы было на чем спать. Кровать очень высокая и очень большая. Это не может не радовать. Я пока что не показываю квартиру нигде. Может быть, в сторис, конечно. Всегда в сторис. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Потому что туда я все-таки выкладываю много чего красивого и интересного. Иногда там есть разные, скажем, инсайдерские фактики. Которые я не показываю сначала на ютубе. Потому что влог все-таки снимать... Ну, его дольше снимать, чем, например, просто выложить сторис. У нас были проблемы большие с перевозкой вещей. У нас были большие проблемы... Мне вообще не заплетается. У нас были большие проблемы с перевозкой вещей. Мы заказали газель в какой-то ужасной компании, как оказалось. Она нам не приезжала полтора часа. Мы просто так потратили это время. Вот сидя в пустой квартире. И потом мы кое-как ехали. Газель сломалась. Она задымилась. Мы останавливались. И с горем пополам мы наконец-то доехали. Правда, некоторые вещи... Одежда у меня осталась все еще в той квартире. Но я потом привезу просто на такси, наверное, на чемодане. Но в целом все. Мы приехали. Ура! Мы сейчас забрались в город. У нас уже не перенесите ничего. Сейчас притяжусь сделаем. Я уже, наверное, 20 минут смотрю свои видео. Не знаю, у меня прям такая приятная ностальгия. Ностальгия может быть плохой или нет. У меня, правда, такие приятные эмоции. Так классно, что я блогер. Я, может быть, в моменте этого не осознаю. Но это, кстати, плохо, что я не осознаю этого в моменте. Но классно, что я документирую, грубо говоря, всю свою... Даже обычную рутину. Не только какие-то яркие моменты. Сейчас вот смотрю влог с летней поездки в Архиз, в Сочи. Очень красиво. И, знаете, я такая думаю, блин, какие же я классные видео делаю. Ну, мне кажется, что это круто, что я могу так себе сказать. Потому что видео реально очень крутые. Потому что ещё раз скажу, я, наверное, в моменте этого не осознаю. Даже когда монтирую видео, выкладываю. Я такая думаю, блин, блин, наверное, что-то не так. Но, оказывается, я такие классные видео делаю. Ребята, блин, ностальгия. Очень большое. Хочется лета, знаете ли. Но впереди Новый год. Мне так нравится, что у нас здесь такая красивая ванная. Я, наверное, буду заканчивать этот влог. Я должна была его снять просто даже ради себя. Чтобы потом посмотреть через время, как я тут всё документировала. Вот. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Большое спасибо, что посмотрели его. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего переезда. Как вам квартира? Да, блин, мы на самом деле ничего же такого не видели. Кроме вот половинки ванной, кухни, зал, телевизор. Ну, в любом случае, я уверена, что всё к лучшему. Хоть мы и лишились какого-то такого красивого вида, который у нас был в другом районе. Мы жили, кстати, на Парнасе. Я нигде это не говорила. Просто в целях своей безопасности личной и всякой. Бывает, знаете ли. Кто-то, конечно, меня там встречал. Бывали случаи, особенно летом. Но я так нигде не делилась. Мы жили на Парнасе, около Шуваловского парка. Вот. И поэтому у нас был прекрасный такой вид. Но там был минус в том, что у нас там была супермаленькая квартира. Именно для нас с Лёшей вдвоём. Вот. Поэтому уверена, что всё к лучшему. Эта квартира даст нам какой-то ещё новый буст. Который нас взрастит. Надеюсь, всё. Всех вас люблю. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok